всем привет еще 27 апреля пивная пятиминутка и илья ну вот заканчиваем бельгийскую неделю взял я вот такое бургунь de flander я так думаю это пиво всем прямо известно потому что продается она у нас в россии очень давно тут сзади даже русифицированная этикетка то есть даже не пришлось им клей да все это дело почему мне было пробка фирменная к сожалению заклеена да и пофигу почему мне было интересно это пиво потому что во первых я его не пробовал во вторых я так о нем и не смог сложить мнение из других мнений потому что кто-то его хвалит а кто прям говорит что это херобора так что хочется собственное мнение уже за столько-то лет выработать черный черный чай какой приятный аромат а вообще по стилю это ламбик что у нас тут еще интересно можно прочитать ламбик спонтаж гистинг я так понимаю спонтанное брожение fermentation спонтанное понятно все таки на диких дрожжах да если я не прав что-то не очень дикими дрожжами пахнет но аромат вообще цветочек ягоды аромат прекрасный просто радует дай боже руд брюйн дайер rouge брюйн пять алкоголя так все таки это что у нас получается брюйн ламбик запутали меня столько стилей написали ну конечно аннотация здесь не на русском языке остальное все на русском вот могли бы тоже перевести потому что на английском а тут на нескольких языках я так понимаю вроде и английский есть туши какие-то знакомые слова есть а саблута брюйн хайч ферминейшн эль браун бир уэзи бест спонтанай шли фермент из ламбик бир 033 5 алкоголя давайте плотность поищем срок годности два года 12 красивые цифры 12 12 23 розлив и 12 12 25 она типа крякнет два года блин так мелко 14 14 плотности на пятерочку алкоголя 1 хорош ну это брюйн то есть мы недавно дегустировали брюйн в среду и это прям по цвету брюйн какой аромат ох шаловительный слушайте аромат вообще вышка я не могу передать ада ну ягодки дикого брожения я так не очень чувствую может это и есть такие там дрожжи летают аромат шикарный давайте пробовать ламбик брюн короче коричневый ламбик получается коричневая дичка за вас карбона много прям как вчера то что вот этими пузырьками я чуть толком то ничего не понял блин так и на вкусе ягодки эти знаете как бы я сказал раздавленные ягоды этой виктории или кстати чем виктория клубники отличается можете мне сказать потому что для меня это атом лепестками но по вкусу у нас это это растет и что-то вот как-то я не очень различаю кстати завтра на дачу поедем наконец-то открывать дачный сезон завтра там сниму 1 откроем сезон сниму первый обзор сдачи ягодки прямо вот клубника раздавлены не это вкусно это хорошо не знаю кому это не понравилось тут причем нету выпирающие дички я и вообще не чувствую как бы это прямо на этот но это же не сезон из сезона ну не за невкусно слушайте класса вот таким пивком порадовать свою даму мне кажется вообще но я не говорю что это прямо для дам хотя вот эти вот сладкие клубничные нотки не хорош вот теперь я составил мнение об этом пили это вкусно не знаю кто там говорил что это невкусно может их ему уже попалась какая-то испорченная засвеченная там бутылка сомневаюсь что у них там есть какие-то плавают как-то качество хотя это видичка качество может плавать но эти ребята это не наши ребята они как бы все это контролировать то умеют веками это это класс вот это я себя порадовал цена конечно не демократичная в ленте брал сколько блять то есть 50 270 рублей 250 на ну ну ладно что уже делает заломбик 250 рублей вкусный нету прямо каких-то выпирающих ноток вот это легонькая мягонькая вот эта клубничка она мне прямо очень нравится прямо отдачу напомнила а что вы не подумали что я в этом шизунутый по поводу мятой клубники просто перевозишь клубнику да она же давится и и трясти нельзя это ягода такая нежная или викторию вот внизу остаются уже такие поддавленные ягодки и вот эти вот поддавленные ягодки вот это вот вот этот вкус нет мне нравится безусловно с удовольствием допил когда сейчас или на стриме блин я на вот так вот налью для превьюхи остальное допью наверно на стриме потому что не хочется его сейчас залповать а я тороплюсь очень сильно не хочется его залповать хочется прямо наслаждаться каждым глоточком вот это бельгия прямо хорош ну и кто пробовал соответственно пишите в комментариях свои мнения об этом пивасики об бургунде фландерс фландерс это же блять сосед этого гомера ладно все на этом будет заканчивать поэтому не болейте берегите себя будьте здоровы открывать для себя новости ли пиво это ламбики это шикарная вещь открывайте для себя новой пивоварни кстати пивоварня не прочитала она же не так называется тут мелко плен вот мелкие тонкие буквы черным по темно-красному это конечно жестко это у нас знаете кто бургунге дес фландерс катуизе какая-то улица брюгер тоже брюгер все брюгер сварен короче язык сломаешь но название пивоварни похоже на название пива так что название пивоварни писать не буду они так так и называются десы не д ад с брюгер дес фландерс так и запишем ну и все затянул уже одесса мигас